Всем привет! Это новый выпуск подкаста Deep Learning Stories, в котором мы с разными интересными гостями говорим о различных темах AI-ресерча. И с вами снова я, Таня Гайнцева, его ведущая. А в гостях у нас сегодня Ольга Кардемон, научный сотрудник и руководитель группы биоинформатика Института искусственного интеллекта AIRI. С Ольгой мы будем говорить про AI в биологии и генетике. Планируем обсудить следующие вещи. Во-первых, языковые модели в работе с ДНК и белками. И почему NLP вообще подходит для этой темы, то есть для изучения ДНК и белков. Последние достижения в генетике и боиноформатике. И в частности, что получило человечество после появления AlphaFold. И путь Ольги в науке. Из чистой биологии до AI. Давайте, наверное, начинать. И я сейчас передам слово Ольге. Ольга, может быть, мы начнем с последнего пункта, то есть с вашего пути в науке. Мне кажется, что так слушатели смогут лучше вас узнать. И к тому же у нас под анонсом выпуска было несколько вопросов про именно эту тему. То есть людям действительно интересно. То есть вот как так случилось, что вы из биологии пришли в AI. Добрый день. Спасибо большое. Да, я действительно биолог. И себя таким считаю и называю изначально. Потому что я закончила биологический факультет МГУ. И закончила я по специальности зоология. То есть ничего общего с не имеющей ни с математикой, ни с Data Science. Я занималась их теологией, изучала рыб. И даже поступила в аспирантуру по специальности, соответственно. Но в течение аспирантуры очень долго думала о том, чем же я занимаюсь, насколько мне это интересно. Я обожаю биологию. Вот и все, что с ней связано. И там ни чужды, ни рыбки, ни дрозофилы, ни мышки, никто иной. Потому что это все... Ну это все жизни, это все полезно, это все интересно. Это всегда захватывает. И столько тонкостей, которые в биологии есть, их изучать всегда очень интересно и полезно. Но на втором году обучения в аспирантуре я поняла, что тема, которой я занимаюсь, и вообще зоология, это не мое. Вот как-то так случилось в моей жизни, что я поняла, что нет, неинтересно, я хочу заниматься человеком. Но как именно заниматься человеком, что делать, у меня в тот момент вообще не было никакого представления в голове, потому что было понятно, что хочу делать что-то полезное, социально значимое. При этом там, безусловно, суперважное на первом месте, чтобы это было интересно мне до, не знаю, до дергающегося глаза и дрожжи в руках. Поэтому я приняла решение уйти из аспирантуры, уйти из биологии, с биофака и пойти посмотреть, что есть в этом мире помимо биологии. И путь был нелегок, и он был нестандартный. Я вообще не советую всем делать точно такой же путь, потому что он был очень долгий. Я начала пробовать себя в разных областях и смотреть, что мне ближе, что мне интереснее. И в какой-то момент, а это был 2014 год, это как раз был год, когда в России было самое начало таких генетических исследований полногеномных. То есть у нас появились секвенаторы, это машины, которые считывают последовательность ДНК. У нас открылись частные лаборатории, которые занимаются изучением генома человека, медицинской генетикой, ровно на таком почти полногеномном уровне. Это все начинало развиваться. Мне стало интересно эта область, и я в нее начала входить. Начала входить издалека, начала входить из стартапов, смотреть, чем занимаются люди в стартапах, что такое развлекательная генетика, что такое медицинская генетика. Проработав какое-то количество лет в различных компаниях, я поняла, что моя тема, в которой мне безумно интересно и важно дальше развиваться, это медицинская генетика. И стала заниматься вопросом интерпретации геномных данных. Ну что это такое? То есть по факту мы берем в качестве наших данных это последовательность ДНК, которая может быть там полноэкзомная, то есть это там все гены, которые кодируют наши белки, или это какой-то набор генов, или это один ген. И, соответственно, в этих генах происходят какие-то изменения, которые отличают конкретного человека от здорового референса, от того генома, который мы принимаем за геном здорового человека. И когда мы смотрим на эти изменения, это уже идет биоинформатическая обработка, и там очень много биоинформатики, которые такие классические алгоритмы, выровнять прочтение нашего генома, собрать из них геном нашего пациента. Когда я начала этим всем заниматься, стало абсолютно понятно, что вообще-то эта задача совершенно нетривиальная. А в те годы она была абсолютно нетривиальна, не было никаких ни рекомендаций. Появлялись первые сессии, которые обучали, как интерпретировать эти мутации, потому что вообще-то большинство изменений в нашем геноме, они доброкачественные. То есть они не приводят ни к какому заболеванию. Но отличить вот это доброкачественное от злокачественного изменения на самом деле нужно уметь. Да, сегодня, в 2023 году, мы уже имеем целый свод правил, по которым можно пройтись и понять, что, скорее всего, этот вариант злокачественный, или 100% он злокачественный, или, скорее всего, он не несет никакой вред нашему организму. Но тогда это только начиналось, и появлялись первые американские рекомендации по интерпретации данных. Мы с коллегами написали свои российские рекомендации по интерпретации данных, которые в том числе учитывают популяционные частоты разных изменений в геномах жителей России. То есть нельзя сказать, что там в россиянках популяции. Нет, жители России, потому что у нас тоже разные частоты в разных регионах. И в этот момент стало понятно, чтобы информатика мне все ближе и ближе, интереснее и интереснее. И в какой-то момент меня все время задавал в голове один и тот же вопрос. Почему так сложно? Почему мы можем интерпретировать исключительно те изменения, которые находятся в генах, то есть в тех регионах нашего генома, которые кодируют белки? И совершенно ничего не можем сказать, ну практически ничего, за исключением. Про те изменения, которые вне этих генов. А вообще-то наш геном состоит на 98,5%. Это некодирующая последовательность ДНК. То есть она не кодирует белки, там нет генов. И что там происходит? И почему мутации, которые возникают в этих регионах, там могут клинически быть важными, не могут? Мы сказать не очень. Это могли и даже на сегодняшний день не всегда можем, можем только предположить. И так получилось, что геном человека – это текст по факту, да? То есть это последовательность букв, которые кодируют все, что происходит в нашем организме. И эта последовательность букв, соответственно, с ним можно работать так же, как и с естественным языком. То есть использовать те же методы НЛП, которые используются в работе с естественными языками. Но так как эти методы в НЛП развивались для естественного языка, то в генетику, в геномику, в биоинформатику они приходят с каким-то гэпом временным. И этот гэп, на самом деле, вот я уже наблюдаю всю свою практику, я наблюдаю, как появлялись, соответственно, разные сетевые инструменты на основе сетей, на основе трансформера для решения той или иной биологической задачи. Безумно интересно. И мне очень повезло, что в какой-то момент просто коллеги из лаборатории искусственного интеллекта предложили создать группу биоинформатики в лаборатории искусственного интеллекта сразу. Дальше мы перешли в Институт искусственного интеллекта АРИ, который параллельно был создан просто на моих глазах, он зарегистрирован был в первый мой рабочий день в лаборатории искусственного интеллекта. Ну и стало понятно, что это все очень глубокая, серьезная наука, которой надо заниматься и внедрять инструменты НЛП, в том числе для решения конкретных биологических задач. Я сразу расскажу, почему предложили мне. По одной простой причине, скорее всего, потому что, чтобы создать такую группу, надо обладать еще и управленческими качествами, уметь организовывать процессы, подбирать людей, придумывать, что группа будет делать, писать стратегию, как это будет все развиваться. Это огромный пул задач, который на самом деле совершенно не научный, местами околонаучный. И в науку это превращается после того, когда у тебя уже есть команда, и эта команда решает конкретные вопросы, которые вы вместе выбрали, сказали, да, нам интересно этим заниматься, мы сюда бежим, и мы в эту тему углубляемся. Но это никогда не происходит по щелчку. То есть на то, чтобы собрать группу, на то, чтобы сделать направление, решить чем заниматься, освоить новую область, всегда требуется потратить время. В нашем случае это было приблизительно полгода. Первые полгода, соответственно, мы набирали команду, искали направление, пробовали свои решения и силы в разных задачах абсолютно. И это был суперинтересный момент. Мне хочется сказать, что я еще сделала небольшой эксперимент. Я собирала группу в Институт искусственного интеллекта, который состоит не только из дата-сайентистов и математиков, которые знают все в своей области и владеют разными инструментами. Любую биологическую задачу, если они ее понимают, они ее распишут и по инструментам, и по математическим формулам, и все как надо, и что нас приближает, собственно, к научному решению сложных задач. Но нельзя заниматься такими вещами, если нет специалистов из доменной области. Моя доменная область, соответственно, это биология. Но биология – это тоже общее название, которое объединяет очень много разных наук. И сейчас, на сегодняшний день, в команде есть люди, которые специалисты в геномике, то есть которые знают все про структуру генома, про то, как он организован, про последовательности ДНК, про тонкости работы с последовательностями ДНК. Есть биологи, которые разбираются прекрасно в протеомике, то есть в белках. Это, на самом деле, тоже два разных направления со своими нюансами и сложностями. И люди из одного направления, очень сложно решают задачи второго направления, потому что здесь должен быть опыт, должно быть понимание. Вот как-то так у нас все организовывалось, и первые полгода было очень классно, потому что собранная команда друг друга учила. Соответственно, коллеги, дата-сайентисты, математики рассказывали про свои инструменты. Биологам о биологе рассказывали про те задачи, которые актуальны и могут решаться этими инструментами, где их вот явно чувствуется, что не хватает, и можно, соответственно, бежать в этом направлении. Дальше у нас появились, соответственно, уже первые ключевые проекты, которые мы начали решать. И так мы работаем на сегодняшний день в этой структуре, в этой команде, соответственно, развиваемся, выкладываем модели, очень радуемся их успехам по количеству скачиваний, статей, цитирований и прочее-прочее. Очень интересный рассказ, очень вдохновляющий на самом деле, потому что видно, что человек, то есть вы работаете над тем, что он действительно нравится, и кажется, ваша команда тоже. Да, это правда. Это очень приятно, когда у команды такой менеджер, который не говорит, вот типа мы будем заниматься тем, а пытается сделать так, чтобы команда занималась тем, чем ей нравится, объединить разных людей, пошарить знания и так далее. У меня, на самом деле, есть пара вопросов по этой истории. Первый вопрос чисто от меня, на самом деле, такой. Вы говорили, что сначала поступили в аспирантуру по биологии, а потом решили, что вам это не очень интересно, и ушли искать какую-то другую область, которая нравится. У меня, на самом деле, была похожая ситуация. Я тоже начинала учиться в аспирантуре в высшей школе экономики, правда, все равно по AI, то есть я никогда не думала, что мне интересно что-то кроме AI, действительно было интересно, но внутри AI просто очень много разных направлений. В какой-то момент я поняла, что мне то направление, которым я занималась в высшей школе экономики, не очень нравится, и ушла сначала работать, а потом поступила в другой аспирантур. Вот у меня по поводу этого такой вопрос. Сложно ли вам было принять это решение, то есть что нужно уйти из аспирантуры, просто психологически, потому что есть же такое, что типа теряешь годы там, какой-то опыт там, непонятно, что дальше, выстрелит или не выстрелит, найдешь ли то, что нравится или нет, и так далее. А аспирантура — это все-таки там корочка, PhD, которая достаточно сильно ценится. На самом деле, очень сложно. Я думаю, что у многих просто такой вопрос возникает, у меня возникал. Это такой правомерный вопрос абсолютно, почему я говорю, что не каждому мой путь вообще подходит, да, потому что каждое решение на этом пути, уйти из аспирантуры, поменять одну компанию на другую, заняться другой темой, да, соответственно, поменять мокрую лабораторию на сухую абсолютно область, да, мокрый — это где капают, биологи называют, разделят биологию мокрой и сухой, да. Вот если вы капаете, выделяете ДНК, секвенируете, вы мокрый биолог. Если вы занимаетесь анализом данных, то вы сухой биолог. Ну, такое вот есть условное разделение. Вот каждый этап моей жизни, который я прошла, он каждый раз с большими переживаниями принималось решение идти или оставаться. Но у меня просто психологически, видимо, работает какой-то такой триггер в голове. Вот если ты сейчас очень хочешь поменять область, но это не сделаешь и останешься там, где есть сейчас, будешь ли ты об этом сожалеть? Или там, если ты поменяешь область, и снова будешь сожалеть? То есть и там, и там вроде как, а вдруг и там, и там будешь сожалеть. Но, с другой стороны, я понимаю, что лучше я поменяю, сделаю какой-то шаг. Если вдруг там на рублю ошибок, не знаю, там ничего не получится, ну, хорошо. Жизнь наша, она на самом деле очень короткая, и надо ее жить как живешь. Ну, чувствовать ее надо, да, интересоваться. Нет ничего хуже восемь часов в день сидеть с потухшими глазами и ждать, когда эти восемь часов в твом дне закончатся. И для меня это было вот прям мотивация очень сильная сделать, попробовать, а дальше разобраться. Будь что будет, что называется, да. Ну, как бы, может, такой немножко неправильный подход, но он дал мне очень много возможностей изучить сразу несколько областей и попробовать себя в абсолютно разных историях. И я абсолютно благодарна за этот опыт. Мне кажется, что на каждом этапе принятое решение, оно было правильным, даже если оно приводило к негативным последствиям, потому что на них я училась, собственно, и понимала, что так больше делать нельзя. На самом деле, я очень сильно понимаю эту точку зрения. У меня примерно так же, собственно, на таких же раздумьях я тоже делала много чего в своей жизни. В частности, эту же вещь ушла из аспектуры, а потом еще в другую поступила. Как-то так. Да, я понимаю. Да, я тоже считаю, что лучше сделать и жалеть, чем не делать и потом жалеть. Потому что, если ты не делал, ты совершенно не знаешь, что у тебя ждало в будущем. Возможно, какие-то удивительные открытия и прекрасная жизнь. А если сделал, то ты уже это понимаешь и никакого фирма в миссинг-ауте не будет. Ну, как никакого. Ты не можешь попробовать все, но что-то, что тебе интересно, ты можешь попробовать. Уже лучше, чем ничего. Ну, конечно. К тому же, вот я когда уходила из аспектуры, мне было 25 лет. Ну, у меня еще все впереди. Я просто прекрасно понимала, что если, конечно, кирпич на голову не упадет, то временной интервал моей жизни, он мне позволяет еще поэкспериментировать, попробовать, найти то, что мне хочется. И мне кажется, здесь не надо себя ограничивать ни возрастом, ни какими-то другими вопросами, которые могут возникать. Да, я, конечно, прекрасно понимаю, что вот просто иногда разговаривая с друзьями, они говорят, Оль, ну, у тебя ситуация была такая жизненная, что ты могла себе это позволить. Это правда. То есть я могла уйти, как бы не думать о том, что мне надо здесь и сейчас зарабатывать определенную сумму, чтобы снимать квартиру, там себя содержать полностью и прочее-прочее. Да, то есть спасибо моим близким людям, которые мне на такие эксперименты давали возможности. Вот, но в целом, как бы мне кажется, что если есть возможность пробовать, надо пробовать. Вот и все. Надо идти и делать. Да, это прекрасный совет. Тут вот еще под постом, где я выкладывала анонс в этом выпуске подкаста, спрашивали несколько вопросов про то, как вы вкатывались в Айя после биологии. Я понимаю, конечно, судя по вашему рассказу, это, скорее всего, было плавно. То есть сначала, насколько я поняла, вы там пошли в генетику, в генетике использовалось что-то сначала статистическое, потом что-то более похожее на Data Science, потом все глубже и глубже, там, в NLP и так далее. Но все-таки людям часто, не знаю, приятно или хочется слышать какие-то советы по тому, что делать. Например, вот один из комментаторов был как раз человек, который тот же, как вы, по образованию биолог, который вкатывается в Data Science. И если вы можете там дать какие-то советы или главные вещи, которые вы делали на пути, к пониманию AI, то было бы здорово. Я вкатываюсь очень медленно, до сих пор, по одной простой причине. Помимо того, что я занимаюсь научной деятельностью, у меня есть еще административная деятельность, и это сильно ограничивает меня в возможности быстро вкатываться. Но, тем не менее, мой опыт у нас вновь на постоянном как самообразовании, так и постоянной коммуникации с коллегами. Во-первых, и, конечно же, как только я начала понимать, что мне надо заниматься искусственным интеллектом, и что, скорее всего, это область NLP, то тут же начинаешь искать какие-то курсы. Соответственно, курсы, читать статьи, где это используется, пытаться понять, как это считается, соответственно. То есть, вот начинаешь во все погружаться. Как я уже сказала, у меня в группе есть люди, которые обладают компетенциями в как датс-сайентистах, как математике. Я им вот просто настолько благодарна, насколько нельзя быть, потому что любой мой вопрос никогда не был воспринят как глупый вопрос или там не имеющий смысла. Никто никогда не закатывал глаза, и всегда спокойно мне объясняли, Оля, это работает так, потому что это вот так устроено. Точно так же, как и мы спокойно объясняли биологию нашим коллегам. Это тоже очень большой процент образования. Так как я работаю в Институте искусственного интеллекта АРИ, а у нас биология, это такая, скорее, небольшая изюминка института, а институт все-таки занимается другими решениями, то, конечно же, коллеги, которые постоянно проводят семинары, рассказывают про свои проекты, брейнстормят постоянно о том, что делать и как делать, они тоже вносят свой вклад в мое личное развитие. Плюс я еще учусь в магистратуре, и об этом никто не знает, но в начале этого года я решила, что мои 24 часа в сутках, а можно еще расширить часа на 4, я поступила в магистратуру, в МФТИ, и, соответственно, я еще учусь, я осваиваю, соответственно, в магистратуре различные инструменты. И все это вот в совокупности очень медленно меня вкатывает. Правда, не быстро. Но если вы вот приходите заниматься исключительно научной работой, ребят, вот больше практики, что называется, не бойтесь ничего, ищите статьи, скачивайте модели, скачивайте данные. Есть сейчас прекрасное соревнование на Kaggle, которое сразу и датасет дает, и постановку задачи. Объединяйтесь в кросс-компетентные команды, биологи с датасайентистами. Есть прекрасное сообщество, где такие команды собирают, чтобы поучаствовать в соревнованиях. Это реально дает очень много. Это реально дает очень много опыта и понимания, как это устроено, и как эти модели можно применять на биологических знаниях и решать конкретную проблему, которую ставит какая-то фарб-компания или какой-то медицинский центр. То есть это совершенно разные области. Просто надо не бояться ничего. Я говорю просто, но это не просто. И пробовать, соответственно, инвестировать свое время в практику. В практику, в курсы, в прочтение, в образование. В статьи, в коммуникацию с коллегами. Это просто надо брать и делать. Никаких чудес не бывает. Так, чтобы кто-то пришел и положил сразу за три месяца курс в голову, ну, такого не найти, к сожалению. Да, ну, это понятно, что не найти, но иногда людям хочется просто какие-то якоря, чтобы повысить мотивацию и немножечко поднять в этом большом и страшном пути и обилие курсов, и активности, что вообще делать. Но мне кажется, совет хороший. Иногда, на мой взгляд, совет может быть таким, что да, все непросто, непонятно, непонятно, что выбрать, непонятно, куда идти, но надо пробовать. Пробовать и заниматься практикой, искать единомышленников, как вы, собственно, и сказали. Давайте, наверное, тогда потихоньку переходить к разговору о достижении генетики по информатике, про которое мы хотели поговорить, про NLP, LF, Fault, и с этим у меня еще связанный такой вопрос был, после того, как вы рассказали про команду в IRI. Собственно, чем ваша команда занимается сейчас и какие вам кажутся наиболее перспективными направлениями, то есть какими вы там занимаетесь, и кажется ли вам, что то, чем вы занимаетесь, оно действительно принесет какие-то хорошие результаты, важные результаты для генетики и в биоинформатике, потому что, понимаете, иногда бывает там статья ради статей, просто вот что-то сделали, но оно практически совершенно неприменимо, и это немножко грустно. У нас такого нет. Потому что под это там выделяются гранты, платится зарплата, люди делают работу, там пишут статьи, ревьюят эти статьи, на конференциях выступают, а все это, ну, как-то бесполезно, да? Вот какой-то такой вот пул вопросов у меня. Можете выбрать, наверное, с чего начать, с чего куда перетечь, то есть, может быть, сначала поговорить о последних достижениях, а потом рассказать на основе этого, о чем вы занимаетесь, или там наоборот. Например, обознать какие-то темы, которые вы занимаетесь, и рассказать про последние достижения в IRI. Я думаю, что мы это сейчас смешаем на самом деле в одно, потому что оно одно из другого вытекает, потому что, ну, интересно заниматься тем, что сейчас на передовой и науке, и индустрии, и что важно и интересно. Недавно у меня было собеседование с девушкой, познакомилась, которая собеседовалась к нам в группы, и она как раз рассказывала про опыт работы в одном исследовательском институте российском, которому надо было писать статьи ради статей. И она говорит, что вот я понимаю, что вот это должно работать таким образом. Но мне не хватает времени досчитать, дообучить, мне надо дождаться, когда мощности появятся на кластере, чтобы это доделать. А у меня есть обязанности, соответственно, перед грантодателями, да, выпустить там какое-то количество статей. Мне приходится писать из того, что есть, лишь бы писать. И она была очень демотивирована этим. Я вот еще раз, да, вот ситуация у всех разная, требования у всех разные. Но вот мне кажется, что чтобы заниматься наукой, надо все-таки понимать, что ты хочешь сделать и к чему ты идешь. И очень аккуратно, соответственно, это балансировать с теми требованиями, которые у тебя есть по публикациям, да. Публикации нужны, они важны. Это твой результат, это твоя репутация, это твой выход вообще на научное комьюнити международное, чтобы было с чего начать разговор по твоей тематике. Но опять же, твои публикации, это всегда должна быть какая-то история законченного труда, за которую ты готов вот показывать и рассказывать, и отвечать. В нашей группе, соответственно, когда мы начали только собираться, мы хотели сразу заниматься только ДНК, но это связано как раз с моим бэкграундом, потому что медицинская генетика, она в первую очередь про ДНК, про РНК, про последовательности, которые с ДНК считываются. Но потом стало понятно, что вообще-то, вообще-то, в год, когда альфафолт выкладывается в открытый доступ, не заниматься белками, но это какое-то большое упущение. Потому что вот себе дают инструмент, который действительно прорывной, который открывает много возможностей, и в нашей функциональной группе как раз и есть возможность придумать те задачи, которые актуальны и важны для работы, в том числе, с белками. Поэтому два направления у нас, по которым мы идем. Половина группы у нас занимается тем, что обучает языковую модель для ДНК, но к ней мы тоже не сразу пришли. Мы начинали с того, что вдохновились работами, которые называются модель Пасенджи, модели от Google Айнформер. Это модели, которые позволяют по последовательности ДНК предсказать некие изменения в связании с эпигенетическими свойствами, то есть с разными белками, которые на эту последовательность садятся сверху. И таким образом они регулируют работу в разных клетках нашего организма, заложенного изначально одинакового генома, одинаковой последовательности нашего текста. Где-то гены выключаются от таких изменений, где-то они, наоборот, включаются и сверхэкспрессируются, то есть там больше работают, дают больше белка, который тоже не очень хорошо. И чтобы такие вещи отслеживать, то есть возникает мутация в регионе, который не кодирует ДНК, и она может только регулировать работу нашего генома. Чтобы понять, исчезает эта регуляторная функция или нет, нужно либо проводить мокрые эксперименты, дорогостоящие, долгие, сложные, не всегда можно спланировать так, чтобы они точно показывали, на какой ген это изменение будет влиять. Либо пытаться строить модели, которые сразу на вход получают всю информацию про так называемый эпигенетический профиль, то есть это профиль клетки с теми белками, которые регулируют работу нашей ДНК в этой клетке. И, соответственно, получается тот текст, который есть у конкретного человека. И такую модель мы сделали, опубликовали, она называется Deep CT. Модель получает на вход небольшую последовательность ДНК из некодирующего белки региона. И на выходе, соответственно, говорит изменения в этой последовательности могут ли влиять на работу близлежащего гена и в каком типе клеток. То есть они могут влиять, например, на работу гена, который работает в клетках головного мозга. И этот ген выключен в клетках сердца, и поэтому изменение это абсолютно бессмысленно для этих клеток. Вот такая сложная история. Это была наша первая модель, которую мы достаточно долго обучали, делали, но вот в итоге в этом году у нас вышла статья. Это вот про срок эксперимента, да, то есть вот эксперимент такой вот у нас занял на планирование подсчет. Где-то полгода активной фазы и полгода придумывали, как это сформулировать. И год потом рецензирования статьи, соответственно, вот в 23-м году она только вышла. Прямо год? Да, у нас так получилось, что у рецензентов статья, ну, мы в несколько журналов, мы решили попробовать все, так как это была первая работа, то у меня было управленческое решение попробовать подать везде. Мы подавали на конференции АСА с звездой, нам сразу сказали, ребят, с точки зрения биологии, наверное, что-то классное, но с точки зрения архитектуры, которую вы используете, а мы там сверточные сети используем, ну, к сожалению, нет большого вклада в Data Science, поэтому АСА с звездой нас отклонили. Но они вот честно написали очень приятное письмо о том, что мы ценим ваши труды, ну, попробуйте, пожалуйста, биологический журнал. Ну, а дальше с биологических журналов мы уже начинали просто с самого верха, по индексу цитирования, сначально спускаться вниз, ну, и дошли до журнала GigaScience, который тоже спустя, там, сколько-то обсуждений, существенной доработки модели, потому что нам очень хорошие студенты попались, они задали вопросы, на которые нам пришлось немножко провести дополнительных экспериментов, не столько саму модель менять, а сколько проводить эксперименты, показывающие эффективность этой модели. В общем, статья была опубликована, но это дополнительно год. Такие сроки бывают. Параллельно мы делали проект вместе с медико-генетическим научным центром, который исследует так называемые малые рамки считывания. В начале гена находятся последовательности ДНК, которые могут либо негативно влиять на работу этого гена, либо вообще не влиять. И с чем это связано, не очень понятно, но понятно, что там трибосома, молекула, которая статизирует РНК с последовательностью ДНК, она вот где-то на этих участках не связывается, а где-то связывается. Ну и, соответственно, был большой проект вместе с коллегами из МГНЦ, из Дальневосточного федерального университета, с коллегами из Санкт-Петербурга, где делали и мокрую проверку результатов, и делали модель, которая считает, соответственно, вот эти вероятности этих негативных последствий. И сама, опять же, да, про сроки, что называется, сама модель, сама активную работу нашла тоже где-то около полугода над всей историей, включая мокрую часть. В феврале прошлого года мы отправили журнал в НАР, это Nucleic Acid Research. Это журнал, который входит в топ-20 лучших журналов мира. И в феврале нам сказали, что, ребята, классный и вклад научный, и работа классная, но вы не могли бы экспериментально подтвердить раз, два, три. Ну и, соответственно, еще раз, два, три экспериментально несколько месяцев подтверждаешь, дальше сомнитишь, и тебе говорят, да, теперь никаких вопросов. Ну и публикация вышла в январе, опять же, двадцать третьего года, а работа велась в двадцать первом. Ну вот про сроки, да, опять же. К сожалению, такие реалии. Сделав эти две работы на ДНК, мы начали замечать, что сейчас появляются языковые модели на трансформерных архитектурах, с которыми можно подходить к решению биологических геномных задач несколько иначе. И мы начали пробовать единственную на тот момент доступную в открытом доступе модель DNA-бер, и стало понятно, что вообще-то в ее архитектуре, в ее создании есть несколько упущений, которые можно улучшить. Ну, во-первых, она использовала вместо токенов кимеры, и с точки зрения биологии это не очень хорошо, потому что дробить геном на равные участки не всегда правильно. А что это такое? Кимеры – это когда последовательность ДНК можно разбить на какие-то просто равные участки, которые дальше могут наши сети анализировать. И эти участки могут быть какой-то длины. И почему-то, ну, вернее, скорее всего, я предполагаю, что длина была выбрана из-за того, что есть понятие генетического кода. Это когда три нуклеотида в ДНК дают, соответственно, три нуклеотидового РНК, а из них появляется одна именно кислота, то есть такой триплет. И из-за триплета почему-то весь геном разбили по три. Но вообще-то это правило работает только в кодирующей части генома и совершенно не работает в 98% нашего генома. Там такого нет. Там вообще ничего нет ни про генетический код, ни про триплеты. Стало понятно, что кимеры надо заменять на токены. Способы токенизации в Data Science есть несколько, соответственно, мы один из них использовали. Нам очень повезло с тем, что в этот момент вышла наконец-то полная версия генома человека, которая имеет кодовую расшифровку T2T. И обучить модель на самой полной версии генома человека, это, конечно же, еще та вишенка, которая нам в руки упала, ее, конечно же, надо брать. Биологический бэкграунд нам тут же подсказывал о том же, что чтобы эта модель была универсальна, нужно датасет, на котором мы обучаем, обогатить. Чем обогатить? Ну, хорошо бы обогатить мутациями из других людей, да, то есть есть просто стандартная последовательность генома, а есть вообще там миллионы людей, которые имеют отклонение от этой стандартной последовательности, которая ни к чему злокачественному не приводит. И такими мутациями, если обогатить наш датасет, то можно получить, может, какие-то более интересные результаты. Ну, а так как мы все-таки боремся из универсальна, чтобы эта модель работала не только на геноме человека, но и других организмов, то тут же подсыпали в обучение геномы самых популярных организмов, которые используются в лабораторной практике. Модель называется «Гена». Первая ее версия была реализована на архитектуре БЕРТ и выложена в открытый доступ, соответственно, начались скачивания. Но опять же, вот знания в доменной области, да, в биологии, позволяют нам понять, что вообще-то последовательность длиной в 3 тысячи, это не очень большая с точки зрения что-то найти и выучить закономерности в нашем этом тексте, в наших этих буквах. Надо ее увеличивать. На тот момент мы уже знали о существовании модели БЕРТ от компании Google, которая способна принимать больше последовательность на вход. На экспериментах в статье у них порядка 7 тысяч букв используются модели. И здесь более сложная архитектура, там есть энкодеры, декодеры, ну, неважно, почему. Все устроено сложнее, интереснее и тяжелее, так что называется. Мы стали пробовать эту архитектуру, улучшать ее теми знаниями и умениями, которые у нас есть, и мы разогнали, собственно, эту модель до работы с последовательностью с длиной около 24 тысяч пар оснований на вход. И все равно, кажется, там геном человека это 3 миллиарда букв. Что такое 24 тысячи? Ну, что мы из этого выучим? Ну, как-то выучим, конечно, что-то, но хочется больше и больше. И коллеги из группы новые нейросетевые архитектуры, Михаил Бурцев, который возглавлял эту группу, разрабатывали в этот момент Recurrent Memory Transformer. Это модель, которая, в принципе, может работать с текстом любой длины. И сейчас эту архитектуру мы адаптируем для работы с последовательностью ДНК. И очень надеемся, что скоро мы можем еще больше инпута ДНК давать в эту модель. Она сможет выучивать более интересные закономерности в нашем геноме. И самое важное, для чего мы это делаем, на самом деле, вот я говорю цифры, архитектура и так далее, но мне всегда важно, что стоит за этим. Очень хочется, чтобы искусственный интеллект и биология объединились в своих научных изысканиях. И так называемая explainable AI, то есть там искусственный интеллект, который объясняет, как он учит и что он выучивает, помог нам, в том числе и в биологии, сделать новые открытия. Мы очень мало знаем про наш геном. Я думаю, что это как раз та самая область, которая сейчас и актуальна, и интересна учёным по всему миру, в которую надо вникать, входить, потому что она принесёт новые знания не только в архитектуры Data Science и в искусственный интеллект, но и в саму биологию, фундаментальную биологию. Вот, собственно, вкратце, это первое направление, которым мы занимаемся. Можно я пару вопросов к этому задам как раз? Первый вопрос, на самом деле, от человека, который в биологии ничего не смыслит. Вот вы говорите про языковые модели, которые вы тренируете на различных вариантах геномных последовательностей и так далее. Зачем они вообще нужны? Что мы с ним получим? Вот есть модель, которая хорошо обучилась на геномную последовательность. И что? Ну, смотрите, вот второй шаг, после того, как мы обучили модель, это научиться её использовать для решения конкретных задач. И такие задачи, мы тоже сейчас делаем целый список задач и инструкции, как их решать, используя наши модели. Ну, например, там самая простая задача, которая показывает все языковые модели, которые пытаются хоть как-то что-то делать с геномом, это поиск таких регионов, которые называются промоутеры. Промоутеры – это по факту начало нашего гена. То есть, чтобы понять, где в этом тексте нашей ДНК находится ген, мы должны найти промоутер, потому что ровно с него он начинается, да, начинает синтез этого гена. Чтобы эту последовательность найти, при этом он там не фиксированной длины, он имеет некие там паттерны в своём буквенном составе. А что вот предсказать такие последовательности с этими глазками в трёх миллиардах букв, ну, как бы не очень-то найдёшь, честно говоря, и не очень-то поймёшь, где они работают и где это реально будет дальше геном. А вот модели, соответственно, языковые модели такие вещи находят. И Диана и Берт находят, Гена находят, и с разной степенью успешности это всё показывается с разными скорами. Ну, то есть, языковая модель выучивает как бы внутреннее представление, что-то понимает о геноме, а вы потом её используете для решения каких-то уже даунстрим-задач. Да, мы дальше фантюним её под конкретную задачу и из-за того, что она поняла, достаем, соответственно, информацию для нашей конкретной задачи. Да, логично, в принципе, так же, как в NLP, но всё равно стоило спросить. Ну, там вы про второе применение ещё начинали говорить. Давайте тоже скажем. Да, очень интересно понимать, как вообще экспрессируются гены в нашем организме. Да, у нас в каждой клетке нашего организма, в зависимости от того, какой они орган или ткань формируют, экспрессируются разные гены. Вот эту экспрессию генов организироваться, да, тоже сейчас используют трансформеры. И для этого тоже используют языковые модели. И вот мы, собственно, сейчас пытаемся решать в том числе такую задачку на геноме, чтобы понять, в каких клетках, соответственно, какие гены будут экспрессироваться, ровно предсказательными методами, уже, конечно, имея в обучении данные экспериментальные, которые до сих пор не по всем клеткам в нашем организме вообще-то имеются. В природе мы просто не всё померились. Ну, и таких задач на самом деле много. Их можно описывать, их можно считать, но у нас скоро выйдет статья, и я с удовольствием всем расскажу, покажу, и даже, наверное, будем какие-то тренинги проводить, чтобы показывать классическим биоинформатикам, как с этим работать, какие задачи можно решать на разных примерах. Тут вот ещё в одном комментарии был вопрос тоже, мне кажется, связанный с этим всем. Спрашивают, какие конкретно NLP-модели вы сейчас используете. То есть, как вы выбираете, какую NLP-модель использовать, там, проверяете ли входящие какие-то новые модели, но они постоянно выходят, на самом деле, в NLP-домене сейчас. А как выбираете модель для следующего ресёрча, там, по статьям, каким-то похожим на вашу работу, или пробуете просто сами, или какой-то интуиции, или кого-то спрашиваете? Любой проект начинается с того, что мы читаем статьи. Вот любой абсолютно. Мы читаем статьи и понимаем, что уже было использовано, какие преимущества, какие недостатки. И дальше начинаем думать, что делать. Все архитектуры, которые мы сейчас создаём, они либо в своей основе уже имеют существующую языковую модель. Ну, например, для белков это ESM мы очень часто используем. Например, ESM мы много чего ещё попробовали. Либо, соответственно, мы понимаем, как обучить свою модель и с чем сравниваться дальше. Но чтобы сравниваться, конечно же, существующие модели, которые уже решали нашу задачу, которую мы ставим себе в цель. Мы запускаем, пробуем, сравниваем, соответственно, на разных датасетах скоры. Берём один датасет, на котором мы всё вместе можем сравнить и валидировать, и уже показываем, лучше наше решение работает или хуже, по сравнению с теми методами, которые уже были использованы. Если мы видим какую-то модель, которая не использовалась ранее на ДНК, или на белках. На белках, на самом деле, мы больше экспериментируем с разными моделями сейчас. То, конечно же, мы пробуем. У нас есть уже подготовленные датасеты нашей группы, которые мы знаем, с чем уже сравнили, и понимаем эффективность этих датасетов на разных моделях. Когда выходят новые модели, если они интересны, есть возможность запустить, потому что некоторые требуют больших ресурсов, некоторые требуют умеренных ресурсов, которые у нас есть в постоянном доступе, то, конечно же, скачиваем, разбираемся, запускаем, анализируем, делаем выводы. Всегда это и статьи, и практика, и, соответственно, дальше понимаем преимущества, недостатки, делаем сравнительные таблицы, и уже решаем, что с этим дальше делать. И еще такой вопрос, наверное, такой тоже не совсем научный, но все же. Вот есть примеры того, как применять эти модели, например, для решения каких-то задач. А что, в принципе, это сулит человечеству? То есть вот решим какую-то биологическую задачу. От этого будут какие-то новые открытия, людям там жизнь улучшит, там новые лекарства или что-то подобное, новые какие-нибудь лечения генетических мутаций или что-то подобное. Тут еще вопрос просто связан с тем, что в том же самом NLP-домене, сейчас с выходом вот этих чат GPT и GPT-4, очень многие стали говорить про там, а я всех нас убьет, там надо остановиться, все дела. Вот в биологии нет ли такого? И вообще, в принципе, ну, к чему мы движемся, собственно? К чему вот это вот ваши работы, например, могут привести? Ну, хорошо, что в биологии есть гэп временной, да? Сейчас. И все, что есть в языковых моделях на тексте, пока в биологии не очень используется. Ну, будем честны, там не совсем все можно перенести, что-то... Так и есть, да. Именно вот в тексте. То есть вряд ли чат GPT, там, не знаю, условно такое же может делать на инной геномике, чтобы нам классные геномные последовательности выводили. Ну, пока нет. В любом случае. Поэтому, как бы, вот такой вот этический вопрос, он, ну, я не вижу какого-то громкого обсуждения этического вопроса по применению AI в биологии сейчас, да? Может, на что-то упустил из статьи, но вот не вижу, так вот, как вот прям с большими языковыми моделями, да, вот идет сейчас вся эта история. Но при этом хочется отметить, что на самом деле, вот, я всем рассказываю, и у меня уже просто ребята в группе сами надо мной шутят, что одну и ту же статью, которая вышла 16 января 2023 года, я в каждом интервью, на каждом докладе рассказываю, ставлю в пример. В NETCH вышла статья, которая показывает, что языковую модель проген использовали для генерации абсолютно нового белка. То есть языковую модель настроили так, отфантюнили так, причем это языковая модель, которая как раз этим авторам принадлежит, они сами ее обучили, а дальше фантюнили на задачу. Задача состояла в том, что надо получить белок, обладающий сходствами, похожими на лизоцим. Лизоцим – это такой белок, который разрушает поверхность клетки бактерий. То есть, ну, можно сказать, что это пример антибиотика, да, соответственно, такого естественного достаточно. И коллеги решали в этой статье задачу сгенерировать новый белок, абсолютно новый, не существовавший ранее в природе, обладающий такими свойствами. Конечно же, модель им выдала сразу там тысячу результатов подобных белков. Из этой тысячи они отобрали сто последовательностей, из ста последовательностей, соответственно, синтезировали белки, провели эксперименты. В общем, в итоге два белка, которые сразу, на самом деле, на всех графиках было прям видно, эти две точки, которые особняком стоят, не похожи ни на один ранее, ну, вообще существовавший в природе белок, действительно обладают свойствами лизоцима. Вот тут реально биохимическими свойствами. И это сделала генеративная модель. Статья вышла, что 16 января 23-го года. Припринт я видела, он, по-моему, с 21-го года. То есть, опять же, да, вот какой гэп в публикации от припринта. И сейчас команда, которая, собственно, сделала эту разработку, они организовали стартап, подняли большой пул инвестиций, причем это уже у них не пассивные даже, а инвестиции на создание собственной лаборатории. То есть, это санцисты и биологи, которые занимаются биоинформатикой, сделали такой белок, показали его способность и подняли денег к инвестиционным фонд инвестиций для строения собственной лаборатории, в которой дальше под разные нужды будут генерировать белки, проверять и выдавать уже на выход тот, который действительно обладает биохимическими нужными свойствами под конкретную задачу. Мне кажется, это невероятно. Вот просто это... А как называется, не помните? Сам белок... Модель называется Проген. Нет, лаборатория, стартап, которую они создали. Я, к сожалению, забыла, потому что увлеклась самой историей. Ничего страшного, мне кажется, по статье можно, да. Да, но статью можно найти. Авторов и потом... Да, могу скинуть ссылку вообще. У меня в телеграм-канале даже есть разбор этой статьи. Ну, в общем, просто... Мы под каждым выпуском подкаста прикрепляем все ссылки, которые упоминали, так что, да, найду или вы скинете и прикрепляю. Да, то есть, эта модель... Я помню этот день начинался с того, что мне на рассвете практически пристали сообщения, что, Оль, посмотри, кажется, что-то классное. Я с коллегой ехала на конференцию. Коллега села в машину и сказал, я за чашечкой чая успела посмотреть, это что-то невероятное. Дальше мы сидели, внимательно читали со всеми экспериментами и так далее. Я удивляюсь, почему этот результат не шумит так же, как шумил Альфа Фолк, потому что кажется, что это реальное применение и реальный выхлоп из языковых моделей, да, соответственно, из AI в реальный мир. Ну, то есть, причем такой полезный, важный и значимый, соответственно, результат, который надо уметь и знать. Вот, например, такое решение. Ну, вот на самом деле, я вот видела уже пару каких статей, где использовали там Альфа Фолк или какие-то другие модели, там, например, графовые, ну, в общем, нейросетевые модели для того, чтобы находить какие-то новые соединения. Не помню точно, белки это были или нет, возможно, нет, просто какие-то соединения, но какие-то соединения с заданными свойствами и так находить можно. Там тоже был такой же сетап, типа сначала модель выдает кучу, потом мы их отсеиваем, потом какое-то маленькое количество оставшееся проверяем в лаборатории и вот даем. Еще была такая шумиха в какой-то момент, что какие-то авторы перевернули, скажем так, эту модель задом наперед, ну, как, заставили, короче, выводить не хорошие новые соединения, а какие-то плохие новые соединения, которые обладают какими-то суперплохими свойствами. Я писала даже об этом в своем телекрам-канале и в комментариях многие сказали, что какой ужас, ученые таким заниматься не должны. Тут, собственно, два вопроса к вам, наверное. Первый, это, как видно, что вот эта штука, которая генерирует новый белок, она просто удивительная и может там очень хорошего много сделать, но это технология. И технология может сделать как хорошую, так и плохую, но как ее применять, кто ее будет применять? Вот там создают люди лабораторию, вдруг придет к ней какое-нибудь ужасное правительство, какой-нибудь плохой страны и скажет, что-то такое сделать, или там случайно кто-то сделает. Не боитесь ли вы как бы и вообще в вашем сообществе такого, нет ли таких каких-то консервов? Второй, собственно, вопрос, как вы к этому относитесь. То есть мое отношение обычно такое, что не надо думать, что там технологии не могут развиваться или что-то подобное. То есть весь и я, и там вся биология, это технология, а дальше вопрос, как это использовать. И я не считаю, что ученые не могут пытаться синтезировать что-то плохое и об этом говорить, потому что если мы знаем, что это возможно, мы уже подготовлены к тому, на шок. Возможно, я, конечно, как обычно, немножко наивно-позитивная, но вот хочется спросить у вас, как вы к этому относитесь. Мне близко, на самом деле, мое мнение. Ну, смотрите, там вопросы биоэтики, вообще этики, они всегда должны существовать, и действительно мы должны понимать, что делать можно, что делать опасно. Не просто так на сегодняшний день до сих пор запрещено редактирование генома человека. На это есть целый ряд аргументов и против, и за. И они понятны, в том числе и против, и за аргументы, потому что можно и редактировать, и лечить заболевания, а можно, соответственно, и навредить всему человечеству. Поэтому биоэтика, да, должна существовать, эта область должна регулироваться, и это важно, но все должно быть с умом. Все должно делаться, любые решения приниматься с умом. Это вот с точки зрения, можно ли этим заниматься или нет. Но, с другой стороны, идет прогресс, идет реальная революция. Ну, я не знаю, ну, раньше люди считали на перфокартах. Ну, сколько они могли посчитать, да, соответственно. Появились там более мощные машины, появились мощные компьютеры, суперкомпьютеры и так далее. У нас совершенно другой век, у нас совершенно другие возможности, технологии. Мы экономим время на какой-то рутинной задаче для того, чтобы решать более важные вопросы. Я помню, как в моем детстве все критиковали появление микроволновок. Вот я прямо, я не знаю, почему я этот пример сейчас вспомнила, но, тем не менее, да, что там и они рак вызывают, и все на свете. Ну, в каждом доме стоит. Мои родители сразу купили самую классную и хорошую, которая до сих пор работает. Вот, видите, а у меня было много знакомых, которые говорили, что это там микроволны, рак вызывает и прочее-прочее, да, но, тем не менее, там, ну, и где исследование, которое это подтверждает? И вообще, где же, почему мы до сих пор все не вымерли в таких результатах? Когда-то люди ездили, не знаю, на тележках, да, и путь от Москвы до Санкт-Петербурга занимал неделю. Ну, давайте тогда отменим прогресс с автомобилями. Это прогресс, от него никуда не деться. Это невозможно, там, заткнуть пальцем или как-то с этим бороться. Он есть, и это здорово. Но надо, конечно же, все делать с разумом. Про злодеев, ну, слушайте, ну, везде есть злодеи. Что теперь делать? Надо просто аккуратно следить за этим всем. Должны быть комитеты, должны быть. То есть моя мысль здесь, да, вопросы к людям, которые хотят как-то это плохо применить, чем к тем, кто делает какую-то технологию, которая сама по себе не хороша, не плоха. Каждый должен нести ответственность за то, что он делает, да. Соответственно, я абсолютно в этом уверена и считаю, что так и должно быть. Вот мы работаем сейчас на инструментом, который будет заниматься дизайном белков, в том числе и генерацией белков Денова. Мы, конечно же, не хотим, чтобы этот инструмент попал в какие-то чужие руки и был использован не по назначению, не в добрых целях. Но как мы можем отрегламентировать? Только если у нас будут какие-то этические рекламентирующие вещи, позволяющие что-то делать для создания лекарств, полезных вещей, для создания белков, которые, не знаю, улучшают свойства стирального порошка, это тоже важно, да, не знаю, но не создавать токсические вещества. Да, я помню эту статью, я, по-моему, у вас ее как раз и заметила про токсические вещества, которые по своей структуре сравниваются с самыми опасными ядами. Но, смотрите, даже если мы посмотрим на текст тех соединений, которые были сгенерированы, в принципе, мы можем сказать про какую-то схожесть, но будет работать это белковая молекула или нет, это проверяется только в экспериментах. Почему я на статью как раз про ген, про лизоцима, белок лизоцима, всегда обращаю внимание, потому что это вот первая работа, которая не просто сгенерировала последовательность, не просто сказала, что, скорее всего, они будут обладать такими свойствами, потому что они близки вот к этому, к этому, к этому, а действительно сделали белок, сделали его кристаллическую структуру, показали, как он устроен, провели эксперименты и показали, что да, работает. Но это было два из тысячи. И коллеги там, кстати, совершенно нетривиальную архитектуру делали. Вот, поэтому, ну, знаете, в какой-то момент в 21-м году была статья, которую выпустили математики-дата-сантисты со словами, что они теперь могут предсказывать уход от иммунного ответа коронавируса при возникновении новых мутаций. Про коронавирус там столько статей было, и, мне кажется, 99% из них просто мусор какой-то находится. Статья в СЭЛ вышла. Вот прям в хорошем журнале, да, но это были абсолютно математические расчеты, ничем не проверенные, не доказанные и совершенно никак без каких-то подтверждений, кроме математических статистик. И это, кстати, первый работ, который мы начали проверять, потому что в группе биологи они знали, где взять датасеты. Это реально мутации, которые показывают уход от иммунного ответа. И как только мы это всё проверили с теми датасетами, которые уже экспериментально проверены, стало понятно, что модель не работает вообще. Прямо в ноль. Вот совсем в ноль. Вот это один эксперимент, который на реально понятных, проверенных вещах повторяется, и всё. И ты сразу понимаешь, что имеет смысл, что не имеет смысла. Поэтому, ну, есть прогресс, но что, надо за ним следить, его надо использовать для создания полезных вещей и для работы, соответственно, в нашем светлом будущем, лечением заболеваний, созданием нужных веществ и прочее, прочее. Тут, кстати, в тему про математиков тоже был такой вопрос, обратный. Вот вы говорите про статью, которую делали чисто математики, без понимания нормальной биологии. А нужны ли в хороших биологических исследованиях какие-то математики и математические выкладки, там какая-то теория, помогает ли она, нужны ли там такие люди. Можно пример, например, что там из математики используется, потому что я тоже по вэкграунду скорее математик, чем программист, и я очень ее люблю и очень радуюсь, когда какие-то красивые идеи используются на практике. Есть модели, так, сейчас, из последнего тогда. Недавно просто обсуждали с коллегой, которая изучает денисовского человека. Это останки человека, который найден не так давно. И было не... То есть понятно, что это не андерталец, а другая линия эволюции вообще человека. Найдены они на территории Российской Федерации были и, соответственно, стали изучать генетики, которые занимаются популяционной генетикой. Откуда же этот денисовский человек появился? И вот вообще-то, чтобы найти предка, получается, используются достаточно серьезные математические модели, которые как раз и привели к тому, что вот эти вот математические... Я не расскажу подробно, потому что я биолог, да? Но я могу статью прислать. Но вот эти вот модели, они как раз и показали, что денисовский человек вообще-то имел другого предка. Они где-то рядом с неандертальцем шоу, но предок денисовского человека вообще жил, по-моему, где-то в Гималаях, если честно. То есть совсем далеко. Как он оказался у нас, это тоже надо изучать. Это интересно очень. И это прямо математика, которая без этой математики невозможно это никак установить, потому что там древние останки, которым удалось считать генетический код, биологи сделали свою часть работы. А как мы дальше с этого генетического кода можем найти исходного родителя, да, соответственно, откуда он вышел? А вот это уже такая сложная, классическая, красивая математика, которая занимается в том числе и в нашей стране. А если, например, ближе к биологии, к вашим исследованиям в Айре, то там что-то такое применяется? К нашим исследованиям в Айре? Ну, мы, конечно же, в основном, сетевыми архитектурами, да, занимаемся. Но вот сейчас есть история, когда мы смотрим очень внимательно на диффузионные модели, да, соответственно, как диффузия, может ли диффузия загенерировать белки. Те модели, которые сейчас существуют, видите, при принтах, единичные опубликованы как статьи, они, конечно, классно генерируют картинки, но белок не картинка. Ну, то есть, белок имеет свои свойства, там, углы, структуру, расстояние, соответственно, до радикалов и прочее, прочее. У нас даже, вот, мой коллега Паша сделал шуточную картинку, как работает диффузия. Знаете, вот этот стандартный вот шум идет, и бац, появляется картинка белка. Ну, и пошутила, что, в общем, сделать диффузионную модель для белка. Нет, так не бывает, белок не картинка. И чтобы, когда мы посмотрели на всю архитектуру, стало понятно, что вообще-то, чтобы сделать для белка такую диффузионную модель, нужны дополнительные расчеты, и их надо придумать. И сейчас мы, конечно, будем объединяться с математикой, вернее, мы уже это делаем, обсуждаем, соответственно, как это сделать так, чтобы это работало правильно, а не просто основывалось на тех сетках, которые на сегодняшний день есть, и в каждой части этой задачи решают свою подзадачку. Поэтому, ну, то, что вот сейчас. Очень интересно. Сейчас вот сидим, ломаем над этим голову, потому что понимаем, что делать без математики достаточно сложно. Нам будет обойтись. Хорошо. Очень много вопросов было после первой части, после того, как вы сказали сначала, о чем занимаетесь. Но вы говорили, что там есть вторая часть, чем занимаетесь. По-моему, про альфа-фолк ближе, да, и к белкам как раз. Да, это как раз вот перешли плавно, что называть, с ДНК на белки, да, и про примеры как раз про ген, который сделал новый белок. Вторая группа у нас занимается тем, что она изучает белки и занимается моделями, которые предсказывают какие-то важные функциональные вещи на белках. Началось это все с проекта с коллегами из Центра Гомолея, которые вот разработали вакцину «Спутник Ви». И с коллегами мы сидели и думали, ну, вот вроде как первая волна спала, вторая спала, но вирус мутирует. Это еще было до времена микрон, даже дельта еще штамма не было. То есть, ну, вот только мы видим какой-то мутационный прогресс и переживаем за свойства вакцины, которые в зависимости от того, какая бы следующая мутация будет либо работать, либо не работать. С коллегами сидели и генерировали идеи, что можно сделать. Можно попытаться обучить свою модель, которая предсказывает следующую мутацию. Проверили или не работать. Не получается такой модель, потому что живой организм гораздо хитрее, чем все наши математические изыскания. Ну, может, не все. Не в каждом случае это, конечно, общее, но в случае следующей мутации коронавируса ровно так было. Думали о том, как улучшить свойства главного иммуногенного компонента, да, вот этого спайка белка, который входит в вакцину и на него вырабатываются антитела. Как делать так, чтобы он был более иммуногенен для нашего иммунитета, чтобы образовались те антитела, которые будут и эффективны, и не будут зависеть от появления новых мутаций. То есть, мы делаем некие конструкции спайк белка, когда он похож на тот белок, который есть в реальном вирусе, но при этом там показывают те места, куда тоже можно присоединиться антитела. Но насколько они будут эффективны, надо дальше проверять. Такую конструкцию сделали, интересно, антитела вырабатываются, на эффективность в живой модели как бы оказалась ниже, чем та, которая существует, просто вот если взять нативный белок без изыскания наших моделей и пустить вакцину, соответственно, и дальше на него вырабатывается иммунитет. Но что удалось сделать, да? Вот это две истории, которые были очень интересны, и тут надо признать, что как бы победить живые модели невозможно, но удалось сделать следующее. Мы научили модель по структуре белка определять те места, куда антитела садятся, да? То есть их много. Они называются эпитопы по-научному. Это места, где антитела контактируют с нашим белком. Этих мест много, почему важно их определять? Потому что если у них возникает мутация, то понятно, что антитела дальше не свяжется. Насколько важен этот эпитоп, тоже надо понимать, потому что некоторые эпитопы, они более привлекательны к антителам, другие менее привлекательны к антителам. Это называется иммуногенность. То есть может быть место, которое по тексту является эпитопом, да, соответственно, но при этом таковым не является, потому что у него очень слабые связи вырабатываются с антителами. Но, тем не менее, такую модель мы сделали, она называется СЕМА. Она лежит и в веб-интерфейсе, и в статье, и в открытом коде. Любой биотехнолог может ей пользоваться. Более того, мы эту модель улучшили дополнительным модулем по предсказанию гликанов. Гликаны – это полисахариды, такие вещества, соответственно, которые покрывают сверху поверхность нашего белка. И по факту, если эти гликаны оказываются на месте, где должен быть контакт антитела и белка, то они как естественный барьер, как забор, не дают связаться антителу с белком. Поэтому, сколько бы иммуногенной не было наш эпитоп, если на поверхности находится гликан, то антитела не сможет им работать. Такая модель, вот, собственно, у нас реализована. Она есть, она реализована совместно с гамолеей, делали мы ее под коронавирус, но сейчас коллеги попробовали на вирусе гриппа и говорят, что да, тоже работает и можно, в принципе, ее использовать для разных и других организмов. Дальше, соответственно, после этой работы стало понятно, что дизайн белков, то есть вот работая над дизайном спайкбелка, стало понятно, что дизайн белков вообще-то очень интересная область. Компания Novenzymes в конце прошлого года объявила на Кагли конкурс по предсказанию влияния мутации на термостабильность белка. И они там хороший денежный клиз, естественно, объявили, выложили свои датасеты своего белка с разными мутациями. И надо было предсказать, что в позиции такой-то одна аминокислота меняется на другую, из-за этого белок становится более термостабильный или менее термостабильный. Участвовали в этом конкурсе очень много людей. Конкурс, конечно, решение, которое выиграли, вызывает вопрос, но тем не менее мы сделали свое решение, даже те, которые не выиграли. В общем, это очень сложная задача, очень интересная, не буду в нее погружаться, но тем не менее меркам, что действительно может предсказывать изменение термостабильности белка, вообще его функциональности, в зависимости от появления мутации. Сейчас на пальцах тогда объясню. Мы все знаем, что если белок нагреть, он денатурирует, то есть он разрушается. Ну вот как-то так. Почему при высокой температуре человек может умереть за 41? Потому что белки разрушаются. То же самое с любым белком. То есть если даже не греть, а просто появляются мутации, он может стать менее стабильным. Поэтому эта задача важна. А такие белки – это энзимы, то есть те белки, которые являются катализаторами какой-то реакции. Они используются в биотехпроизводствах. Я не просто так вспомнила про стиральные порошки, потому что раньше была куча рекламы о том, что стиральный порошок с энзимами улучшает свойства. Или, я не знаю, крема для лица с энзимами. Соответственно, то есть это те белки, которые улучшают свойства какого-то другого соединения, какого-то вещества, соответственно, которое влияет на структуру. Структуру стирального порошка или, не знаю, крема для лица или чего угодно. Целелозы там делают тоже таким образом, которые разрушают пластик и прочее. Вот такая история связана с дизайном белком. И вот имея эти все опыты, соответственно, стало понятно, что надо не просто решать задачу белок за белком, а надо делать инструмент. Инструмент, который на вход будет получать структуру, на которой должен быть похож наш желаемый финальный белок, но при этом надо улучшить его свойства. Вот. Такую вот модель по дизайну белков мы делаем. Ну и отдельно в этом же проекте у нас разработка модели для генерации белка. Это вот то, что я уже вам рассказывала, диффузион. Да, это очень интересно. И тут есть несколько вопросов тоже, как обычно. Во-первых, мы еще хотели поговорить про альфа-фолд и что человечество после него получило. Это тоже про белки. И в связи с того, когда выходил альфа-фолд, я читала там, что многие считают, что это там проститное состояние вакцин, даже описывали, каким образом, то есть в каком месте оно очень сильно ускоряет эксперименты. И вместо того, чтобы делать там дорогостоящие, жутко эксперименты по восстановлению структуры белка, можно будет там использоваться с формным альфа-фолдом. Вопрос, собственно, такой, что по вашим исследованиям, которые вы рассказывали, и там про альфа-фолд, что вообще человечество может из этого получить. То есть все, что я читаю как неэксперт биологии вообще и другие неэксперты биологии, это просто какие-то домыслы, хайп, додумывание журналистов, или это действительно так. И насколько альфа-фолд действительно хорош, то есть действительно ли он настолько полезен, или они просто выдают это за такую полезность. Наверное, как-то он полезен, потому что иначе мы бы, наверное, услышали там много разборов по поводу того, что это там бесполезная штука и так далее, а мы, наоборот, видели там какое-то восхищение, если я могу так сказать по этому поводу. Но все равно, как не биолог, я не могу осознать, насколько широка его польза и где он действительно может применяться. Про все вот это действительно белков хочется узнать, потому что, насколько я поняла, белки — это очень важная часть, и на них очень много времени, энергии и экспериментов тратится. И кажется, что все вот эти исследования по белкам действительно могут к чему-то хорошему или прогрессивному, по крайней мере, привести. Вот хочется про это спросить. Да, спасибо, Татьяна. Прям хороший вопрос. Про альфафолт хочется сказать одно, что когда альфафолт появился, он не просто так назван методом 2021 года, по версии журнала Nature. Альфафолт действительно позволяет нам, не тратя много времени, денег и сил на создание кристаллической структуры и проведение религино-структурного анализа, понять 3D-структуру нашего белка. От 3D-структуры нашего белка зависит то, как этот белок будет взаимодействовать с другими белками. Соответственно, как разные процессы в нашем организме будут активироваться, потому что по факту у нас все зависит от того, какой белок с каким взаимодействует и как. Ну, если упрощенно брать всю эту схему. После того, как появился альфафолт, у меня коллеги постоянно говорили, Оля, надо, чтобы твоя группа делала свой альфафолт. А я говорила, нет, не надо. По одной простой причине, что в тот момент я понимала, что созданием аналога альфафолта занимается уже миллион коллективов по всему миру. И зачем еще делать один коллектив, который занимается созданием аналога альфафолта? Он же есть, да? Ну, то есть он есть со своими недостатками и так далее. Вот эти миллион коллективов, они эти недостатки сейчас вычистят. И будет новая модель, которая будет, соответственно, работать там где-то быстрее, где-то лучше, где-то легче, чем альфафолт. Так и произошло. После того, как альфафолт оказался в открытом доступе, появилось много разных других моделей, которые позволяют получать 3D-структуру белка по ее последовательности. То есть на вход мы даем буквы, на выходе 3D-структуру. И эти модели, они решают те места, которые были болевыми точками альфафолта. Ну, например, в модели альфафолта есть множественное выравнивание на другие организмы. Это очень дорогой по мощностям процесс и занимает очень много времени. Вот сейчас есть опенфолт, который уже без этого недостатка. Есть у розетта фолт, который в один день вышел с альфафолтом. Там свои тоже решения очень хорошие. Альфафолт говорит, какие места он предсказывает хорошо в структуре белка, какие плохо. Ну, например, ни одна модель сегодня, которая существует, не может хорошо предсказать петли на окончаниях антител. Это такие регионы белка, в которых вариабельные. То есть они непостоянные. То есть антитела у нас состоит с более-менее постоянного региона, а на концах антитела есть белок, который в виде петли. Ну, такая ниточка. И эту ниточку предсказать сегодня ни альфафолт, ни вся группа инструментов, которые сейчас очень уважительно все называют альфафолт-лайк, да, соответственно, инструменты, вышли из альфафолта, на него похожие, соответственно, но решают какие-то другие проблемы. Вот невозможно на сегодняшний день. Поэтому большой плюс, что мы сейчас можем в принципе взять структуру любого белка, который нас интересует, и посмотреть, как скорее всего она будет выглядеть на рентгеноструктурном анализе, понять, какие места мы не можем до сих пор предсказать. Это поэтому не отменяет никак вообще рентгеноструктурный анализ для каких-то сложных соединений. Но простые белки, мы с большой долей вероятности уже понимаем, что скорее всего так они и будут выглядеть. Но в индустрии, в индустрии вообще-то важна обратная задача. Мы уже знаем, как мы хотим, чтобы выглядел наш 3D-белок, чтобы он взаимодействовал с нашим таргетом, соответственно, с тем белком, на который надо повзаимодействовать. Мы понимаем, какая должна быть у него 3D-структура. Вот как сделать из той 3D-структуры, которую мы понимаем, из того каркаса текст последовательности аминокислот, который будет его кодировать? А потом уже из этого текста синтезировать этот белок и реально внести его в производство, в практику и уже потрогать руками, что называется. А разве важно просто получить какой-то текст, который потом результируется в белок определенной структуры? У него там из-за различий в тексте не меняются свойства? То есть не важно ли, чтобы белок не только обладал какой-то структурой, но еще и определенным свойством? Да, именно поэтому нужно получить такой текст, который будет ровно твой белок кодировать, то есть с твоими свойствами. То есть ты понимаешь его 3D-структуру и дальше тебе надо из этой 3D-структуры вытянуть ровно тот ряд аминокислот, который будет обладать ровно твоими свойствами. А это всегда возможно? Мне кажется, что может быть такое, что невозможно получить белок определенной структуры и определенными свойствами. Это так, это совершенно нетривиальная задача, сложная, которую решают, опять же, сети, которые созданы уже после того, как появился альфафолт. То есть это второй шаг, который сделан. Ну, например, есть модель, которая называется ESM Inverse Folding. И ESM Inverse Folding, он как раз позволяет нам получить текст на выходе. А этот текст уже нам говорит о том, как мы дальше его можем в синтетической биологии синтезировать этот белок, как он, скорее всего, свернется, да, с большой долей вероятности, и уже проверить на эксперименте. Но мы не можем просто из ничего получить 3D-структуру, нам надо все равно какой-то код, чтобы потом уже в производстве это получить. И насколько хорошо эта задача решается сейчас? То есть решается ли она вот этими моделями, которые уже есть, настолько хорошо, чтобы иметь какой-то практический смысл, скажем, для лаборатории или индустрии? Она уже решается, уже синтезируется по последовательности, соответственно, белки. Эти модели используются. Они более того, они встраиваются, эти модели, которые решают обратную задачу, в том числе и как элементы генеративного пайплайна, генерации новых молекул, соответственно. Их используют для решения конкретных прикладных задач, то есть, не знаю, там нужен белок, который будет резать коллаген, соответственно. Сразу определяем, какой каркас белка, соответственно, какие функции, дальше мы пытаемся синтезировать. Кстати, дала пример абсолютно сложной, нерешенной задачи сейчас. Вот. Не самый удачный пример. Ну, неважно. Но есть попроще примеры, которые решаются. И это сейчас используется. Единственное, что все, что мы получаем, все в мокрой стадии проверяются. Ну, я на всякий случай напомню, 23-й год у нас на дворе, да? Альфа-фолд выложен в открытый доступ в 21-м. За два года. За два года мы после появления альфа-фолда решаем уже и обратные задачи и понимаем, как это все в производство вносить. Идут эксперименты, чтобы уже дальше синтезировать вещества и получать их. Вот так круто. И, по-моему, тут как раз отличный момент, когда можно поговорить о том, какое вот прям практическое применение этого всего сейчас есть. Вот для обычных человек, например, какие-то лекарства от страшных болезней или там какой-то чудо-порошок, я не знаю, чудо-крем или вот куда это все наступит? Мы к этому всему идем. Все компании, которые сейчас есть, работают в биотехнологической области и занимаются вот именно созданием новых белков, вкладывают большие деньги, время и силы как раз в развитие как инструментов, так и в дизайн конкретного белка, который у них под запросами есть, да? То есть обращаются компании и говорят, что нам для решения нашей конкретной задачи нужен такой-то белок, который обладает свойствами, не знаю, там резать полиэтилен. И дальше уже биоинформатики понимают, протеомщики, какие-то свойства должны быть, понимают, что из живого объекта этот белок доставить сложно и невозможно, надо синтезировать его такой, чтобы модель предсказать, такую структуру сделать, чтобы он и физическими свойствами обладал, биохимическими, и его синтезировать было возможно теми мощностями и возможностями, которые сейчас есть в синтетической биологии, а там тоже есть миллион ограничений, потому что не всё мы можем технически сделать. И при этом действительно работа. И это может касаться абсолютно любой области. Это можно в агросекторе делать такие белки, которые будут бороться против каких-то насекомых и их распылять. В косметологии делать белки, которые влияют на компоненты нашей кожи в положительную сторону. В генетике медицинской соответственно улучшать систему редактирования геномов, то есть попробовать поработать с теми белками, которые в этой системе работают как доставщики соответственно нужного элемента, более таргетное определение, где редактировать, то есть там вот эту всю молекулярную машину, она тоже на белках завязана. А есть какое-то понимание, вот какие задачи именно возможно будет решить такими методами очень эффективно, а какие нет, и вот насколько это может куда-то зайти. Вот можно пробовать здесь, здесь и здесь. Но есть ли какие-то биологические понимания и ограничения этого метода, например, что какую-то там волшебную вакцину от рака мы не придумаем или какой-нибудь волшебный крем, или вот мы не придумаем там белок, который будет резать полиэтилен, это какие-то фантазии и это условно почти невозможно. Ну понятно, что невозможно говорить нельзя, но как бы верите ли вы больше или меньше исходя из своего погранатого опухоли. Всё зависит от задачи. Если мы говорим про онкологию, то нет ни одной опухоли прямо идентичной. У каждого человека своя опухоль. Это всё очень уникально. Поэтому, ну конечно же, сейчас все работают над тем, чтобы найти, не знаю, одно универсальное лекарство от рака груди. Не, ну можно искать не универсальное лекарство, а можно искать процесс, по которому для каждого конкретного человека можно, например, синтезировать уникальное лекарство. Это тоже будет прекрасно. Да, так и делается сейчас. Просто вопрос в скейле всего, что можно этому добиться. То есть, есть ли вера какая-то в области у людей, которые этим всем занимаются, что действительно возможно с помощью таких технологий добиться чего-то такого вот прорывного и классного? Вера есть, но уже сейчас я могу сказать, что мы видим задачи, с которыми они к нам приходят, и мы понимаем, что на сегодняшний день просто невозможно решить задачи, потому что нет датасетов, например, на похожие соединения. Или мы не можем ни от чего оттолкнуться, чтобы модели обучить и взять похожий белок и понять, что он будет работать. Есть целый пункт задачи, которые не решаются только из-за того, что у тебя нет никакой зацепки, чтобы ее решить. То есть, мы же тоже там искусственный интеллект... Но это дело наживное. Это дело наживное. Но когда оно наживется, тогда, наверное, можно будет и другие лимиты посмотреть. Но я вот, исходя из лимита сегодняшнего дня, понимаю, что вот датасеты это больная история в биологии, потому что сделать датасет вообще-то долго-дорого, законодательно, очень часто регулируемо, закрывается в разных странах соответственно национальными законами. И это прям целая проблема, честно говоря. Поэтому тут даже вопрос, наверное, не столько к самой модели и возможности. Потому что, когда смотришь на модель, да, соответственно, и понимаешь, как ее можно использовать, то тебе кажется, что решить можно любую биологическую задачу. Но когда приходится конкретная биологическая задача или ты придумаешь конкретную биологическую задачу, ты понимаешь, что сегодня ты ее решить не можешь. Потому что нет, не знаю, аналога, от которого можно оттолкнуться, дальше дизайнить. Нет понимания, а что именно работает в этом процессе, на что можно влиять, да, соответственно, и прочее, прочее. Поэтому очень важно, чтобы были специалисты разных доменных областей в команде, да, потому что один берется и говорит, классно, я сейчас спасу весь мир, а второй начинает копать и понимает, что палочек волшебная должна сработать ровно в нужную точку, а этой точки нету, поэтому давай подождем, когда она появится. Да, то есть кажется, что позитив есть, нужно просто подождать, пока область станет, наверное, более такой основательной, когда утрясется, будет понятно, что там получается, не получается, как брать датасеты и так далее. Ну, потому что это вроде как новая область. Абсолютно новая область. Я и там в генетике, да, вот в этом всём, не так давно это всё началось. И, наверное, больше специалистов туда будет приходить, понимая, что это действительно многообещающее и больше головы будет приходить. Ну, мы это видим, на самом деле, даже в комментариях к посту о том, что мы сегодня будем записывать подкаст. Может быть, хотите что-то ещё сказать по поводу исследований? Просто у меня вопросы вроде как по этому поводу кончились. На самом деле, в принципе, я рассказала всё, чем мы занимаемся на сегодняшний день, да, группе два года, и мне кажется, что очень много даже делаем, честно говоря, за эти два года и сделали. Хочется сказать только одно, вернуться немножко в начало, да, если вы чувствуете, что вам область интересна, любая, не обязательно биология, занимайтесь её, но занимайтесь ей добросовестно и так, чтобы вам было классно и ничего не бойтесь, никто никому ничего не должен, надо этим заниматься. У нас есть возможности стажировок, я видела вопрос про стажировки, у нас периодически открываются ставки стажёрские в институте, мы на них объявляем конкурс, потому что в самом начале мы сами искали стажёров, а сейчас у нас просто заваливают почту с резюме и просьбы стажировок, и поэтому, когда у нас объявляется ставка, мы делаем рассылку, что у нас есть ставка стажёрская, объявляем на неё конкурс, по резюме отбираем кандидатов, собеседуем, даём задачки, и даже стажёры, которые приходят к нам на 3-6 месяцев, они у нас проходят по конкурсу. Есть возможности пройти у нас практику, это не стажировка, это может быть какая-то там дипломная работа или ещё что-то. Соответственно, здесь мы индивидуально садимся, разговариваем со студентом, предлагаем те задачи, которые у нас есть. Если интересно, то тоже к нам так можно попасть. Это очень круто. У меня на самом деле появился ещё один такой вопрос к тому, о чём мы говорили чуть раньше. Вот вы говорите, что может быть такое, и часто, наверное, биология такой случается, что эксперименты вы проводите там, скажем, в 21-м году, а вы пекуте столько в начале 23-го. Не фрустрирует ли это как-то, и не кажется этим странным немножко, потому что, казалось бы, за полтора года, пока вы там подались, пока интервьюили что-то, прогресс может уйти очень сильно далеко, и когда вы публикуете вот эту работу, например, там уже будет около 4 новых, которые как-то это улучшают, и смысла в этом особо, наверное, чувствоваться, скажем так, не будет. Бывает ли такое? Что по вот этому поводу вы чувствуете? Потому что на самом деле, добавлю, что такое ощущается даже в обычном AI. Оно не такое ужасное. Чаще всего ты подаешься на конференции, а конференции там через полгода, или там 7 месяцев, но уже кажется, что за 7 месяцев там уже вот столько пройдет, там уже чего только нового не наделают. Когда я начала пить, я это на себя ощутила. Я начала пить с одной темой, и на меня прям посыпались балом статьи по этой теме. Ну как не на меня, они посыпались на архив и на конференции, и я подумала, блин, это просто невозможно, как бы сейчас уже 10 статей новых выйдет, а ты потом на конференции, которая вот-вот будет, только свою статью с прошлого года рассказывать будешь, но это немножко странно как-то. Да, я тоже на эту тему очень сильно не то, что переживаю, а так немножко ворчу, можно сказать, потому что пока выйдет статья о рецензированном журнале, уже состариться можно, да, и уже другие модели есть, и уже есть те, которые на тебя, на архив сослались и сказали, ребят, спасибо, а мы вот здесь еще докрутили, и вот стали лучше, и они, соответственно, уже показывают лучший результат, а у тебя выходит статья, и ты говоришь, что всем привет, у меня публикация, как бы меня зовут Оля, у меня публикация, но вообще работа сделана два года назад, и она уже не актуальна, вот, но да, и такая проблема есть, и она мне очень не нравится, поэтому, ну, мы решили, что любой наш результат мы всегда публикаем на архиве сразу, а потом уже отправляем в КО-1, да, потому что вот этот год-полтора, это, конечно же, ужасный срок для хороших результатов. Я знаю, что чуть проще ситуация с конференциями, которые раз со звездой, да, то есть архив, который для работы по Data Science, он цитируется гораздо лучше, чем биоархив, да, то есть мы вот на биоархиве мы публикуемся. Он цитируется, и к нему восприятие легче, потому что прогресс быстрее в области Data Science, чем в биологии. Но, тем не менее, мы эту практику используем, мы тоже публикуем все на архиве. Кстати, про AlphaFold очень интересный пример, здесь можно привести. Когда AlphaFold вышел, коллеги установили, прям мировое сообщество, там большой пул исследователей, написали статью обзорную, что умеет, а что не умеет AlphaFold. Решали кучу задач коллективом из многих стран. У нас вот, мой знакомый, соответственно, из России тоже участвовал в этой статье. Сообщество собралось в LinkedIn вообще на эту тему, и они написали статью, наверное, месяца за два. Вот прям вот, может это, может это, это не может, здесь классно, здесь плохо, вот бери, и вот прям вот по полочкам из-за тебя толпа ученых, высококвалифицированных, провела такой research. Самое смешное, что их статья вышла в Nature через два года. Два года. То есть уже AlphaFold устарел, уже как бы все знают, что может, не может, а Nature публикует только через два года. Ну, такое. Ну да, ну вот про это, собственно, да. Ну вот так это такие проблемы. Непонятно, как чинить, потому что рецензирование научных журналов обычно добровольная вещь, и как бы принуждать никого там каким-то сроком не хочется, хотя они все равно есть, там дедлайны конференции обычно. Не знаю, не понимаю. Немножко странно, еще с доработками потом. Это точно так же, как вот сейчас мы выкладываем, написали гену, да, в двух архитектурах. Ну что, мы будем ждать, пока мы сделаем третью и напишем полноценную статью, и она выйдет? Нет, конечно, мы залили на хайдин фейс обе архитектуры. Пожалуйста, пользуйтесь, всем рассказали, скачивайте, возвращайтесь к нам. Это как раз очень полезно, когда ты пишешь статью, что к тебе уже попробовали, вернулись и сказали, что а вот здесь можно улучшить, или вот такую задачу можно решить. Это плюс для твоей статьи. Вот у нас за последний месяц в двух архитектурах гена более тысячи скачиваний. Статьи нет нигде пока, ни на архиве, нигде. Писать просто, чтобы написать и выложить, чтобы на нас ссылались, ну, наверное, выход. Но хочется написать что-то, что имеет какую-то более полную картину, чтобы ссылались не просто, что мы поиспользовали инструмент, а что инструмент, он вот такой, и это описано вот здесь. Поэтому, ну, правила такие, с ними надо как-то жить. Ничего здесь не сделать пока что. Как лечить, непонятно. Да. И у меня есть, наверное, последний такой вопрос для этого подкаста. Что почитать человека, который не понимает ничего в биологии по вот этим темам генетики, например, о белках, ну, чтобы понимать. Хочется, наверное, следующего. Понимать немножко хотя бы базово, что значат вот эти все новые там открытия в области я и не я из биологии для обычного человека и как примерно это всё работает, чтобы не казалось, что там генетика – это какая-то магия. Ну, есть лёгкий путь и менее эффективный, да, который даёт просто вот большой мазок какого-то представления про молекулярную биологию и немножко про генетику, да. Это есть курс на степике, который Павел Добрынин прочитал. Его можно пройти там не за 2-3 весь простым языком, основные моменты. Ну, то есть кажется, что вот первые азы, там, алфавит оттуда можно взять и уже что-то понимать лучше, да, что такое нуклеотит, что такое именно кислота, что такое белок, что такое ДНК и почему это разные вещи, почему у них разные алфавиты, почему это разные тексты. Ну, вот хотя бы так, на таком уровне. Что такое экспрессия гена? Там же можно узнать, например. Вот это вот первое. Я всегда, когда приходят новые Data Scientist, всегда говорю, сядьте, посмотрите этот курс, просто чтобы хотя бы вот в первых определениях мы с вами сошлись и дальше разговаривали. А дальше я настоятельно рекомендую всем читать «Молекулярные биологии клетки». Вообще-то это огромный трёхтомник с кучей картинок, но достаточно понятно написанным простым текстом. Вот у меня в группе, честно говоря, ребята ломаются где-то там на первом томе в конце, но в целом они на первом томе успевают взять себе большое количество определений и на картинках понять, как это работает. Потому что биология – это не та область, которую можно понять за пару лекций. Невозможно. Тут надо… Как и я, собственно. Да, тут надо сидеть, думать, вспоминать, ассоциировать внутри головы, связи строить, что от чего, что от чего, свои графы рисовать. То есть вот трёхтомник основы молекулярной биологии, молекулярной биологии – клетки трёхтомника, основа молекулярной биологии – это выжимка из этого трёхтомника, по факту, тоже можно посмотреть. Она попроще, но мне кажется, что хоть чего-то надо начать из этой области. Прекрасно, спасибо большое. А ещё я тут выключила вопросы в комментариях к анонсу и поняла, что я один забыла спросить, тоже довольно интересный и, наверное, актуальный. Это про то, повлияли ли как-то санкции к России и международная обстановка на исследование публикации ваших в последний год? То есть ощущаете ли вы что-то или нет? Вот в прошлый раз, год назад, в мае, мы брали интервью у Бурцева, как раз Михаилу, спрашивали его такой вопрос, он сказал, в принципе, нет. То есть мы в научном сообществе ничего такого не видим. Как вот с вашей точки зрения у вас немножко другое научное сообщество, не чистое я и там, а биология, там другие люди, может быть, другие организации, вот как это ощущается? Ну, вот большим мазком можно сказать почти нет. Но почти это связано с тем, что, ну, есть практика, да, публикации в журналах первого квартеля, и если ты хочешь, чтобы твои статьи были в открытом доступе, в хороших журналах, то тебе надо оплатить за открытый доступ, да? То есть в закрытом доступе они берут, ну, всем же хочется, чтобы работа читалась и цитировалась. А за открытый доступ необходимо проводить оплату. И вот эту оплату, к сожалению, из России сейчас провести невозможно. И у некоторых ведущих издателей, даже просто из списка стран, стран, которые могут оплачивать статьи «Россия выкинута». Поэтому здесь приходится ухищряться, да, соответственно, оплачивать с карт других банков, с других стран, с помощью соавторов, которые не имеют российскую аффилиацию, да, и прочее-прочее. То есть, ну, есть много вариантов. Но так, чтобы нас отклонили по научной составляющей, такого нет, из-за санкции. Так, чтобы нас как-то дискриминировали, тоже такого не вижу. Нет, мы подаем статью, с нами общаются, точно так же, как и раньше. Ничего в этом плане не изменилось. Но вот организационные моменты, да, тяжелее стало. Ещё это был вопрос, расскажите про применение графовых нейросетей. Вот, давайте я это по-другому оберну, потому что рассказывать, наверное, если уж так, кто-то на целую лекцию, там, какую-нибудь. Используете ли вы графовые нейросети, и считаете ли вы, что они действительно там важны для медицинского, биологического там домена, и есть ли за ними будущее какое-то? Мы попробовали использовать графы для решения задачи вот по предсказанию эпитоков, да, соответственно, по работе со спайк-белком. Ну, потому что, кажется, белок, 3D-структура, можно представить в виде графа и дальше развивать эту тему. Но мы получили какие-то не очень интересные результаты, и в этот момент стало понятно, что надо брать языковые модели, и результаты на языковых моделях оказались лучшим, и после этого графы не возвращались, честно говоря. Я вот видела какую-то статью от Microsoft, и там какой-то был автоэнкодер для... Я, если честно, сейчас не вспомню для чего. Тоже, по-моему, то ли для драг-дизайна, то ли для чего-то подобного, и этот автоэнкодер был основан на графовых слоях, на графовой... Ну, это графовая нерависть. Они есть, они есть, они существуют, они работают, но те задачи, которые мы решали, где мы пытались, соответственно, использовать, то результаты, получаемые с графовыми сетями, они оказались хуже, чем результаты, которые мы получаем с использованием языковых моделей. Ну, это как раз про белки было. Вот мы сравнивали с ESM, когда использовали сейчас первую версию модели ESM, и она оказалась по результатам, по скорам лучше, чем графы, и мы поэтому с них отошли. И больше у нас просто не было задачи, где они нужны были. Окей. Кажется, что посмотрев на то, как дела разворачиваются со временем, с годами, в классическом, и я, кажется, что подходы могут сменять друг друга. То есть, когда что-то работает сейчас лучше, чем другое, это не значит, что так будет всегда и нужно остальное выкинуть. Какие-то будут исследователи, которые будут работать с графами и нейросетями, возможно, в какой-то момент сделают, чтобы они проработали лучше, чем языковые модели, а потом наоборот и так далее, в общем. А когда-нибудь их смерджат вообще и получат что-то такое. Очень зависит от задачи, мне кажется. То есть, надо смотреть на конкретные задачи. То есть, скорее всего, есть задачи, в которых графы будут справляться лучше, чем языковые модели. Ну да, графовые нейросети у них большой, очень сильный индуктив байос в плане их устройства. Так, ну давайте еще раз спрошу, если у вас что-то, что добавить. И если нет, мы перейдем к Блицу и будем завершать. Ну, по-моему, я все рассказала, как могла. И наиболее, как могла откровенно, и как могла, прощая сложные вещи. Нет, это было очень интересно, правда, мне самой было очень интересно. И вы отлично рассказываете в плане подачи информации. Очень рада. Очень приятно слушать и интересно. Давайте тогда Блиц. Блиц — это такой короткий опрос, который мы проводим после каждого интервью. Началось это все с того, как мой коллега Юра сказала, давай так сделаем. И у нас Юра составил набор вопросов, которые мы постоянно задаем. Правила здесь такие. Я задаю вопрос, и на него нужно ответить максимально быстро и коротко. На то он и Блиц. Не особо думая, не особо вдаваясь в размышления подробностей, а просто вот... Да, давайте попробуем. Первый вопрос. Что искусственный интеллект сможет делать через сто лет? Вам это, наверное, интереснее задать, чем предыдущим. Точнее, не чем предыдущим, а на фоне предыдущих людей, которым я это задавала, потому что вы из биологии. Дальние люди, они были больше в классической... Я надеюсь, что раньше, то есть на сто лет я не могу себе даже представить, у меня воображение так не работает, но я надеюсь, что даже раньше я очень хочу, чтобы тот раздел генетики, который называется развлекательной генетикой, перестал быть развлекательной и стал более предсказательной, чтобы мы там про какие-то свои свойства, которые не имеют клинического значения, оно влияет, не знаю, на спортивные увлечения, психологические типы и прочее-прочее. То, что сейчас больше относится к разделу развлекательной генетики, стало более достоверным, и я надеюсь, что искусственный интеллект в этом поможет. Ну, надеюсь, раньше сто лет я столько не проживу, я хочу это посмотреть. Хороший ответ. Второй вопрос. Какой твой главный источник мотивации? Интерес. У меня одна мотивация. Я чувствую задачу или нет, интересно или неинтересно. Если мне неинтересно, всё, я не замотивирована решать. То есть мотивация, интерес, всё, больше ничего. Хорошо. Третий вопрос. Назови книгу из художественной литературы, которую ты могла бы порекомендовать слушателям. Ну, или просто любимую, например. Я сейчас скажу просто из последнего, потому что я сходила на спектакль. Сто лет одиночества Маркеса, который все знают наверняка, я сходила на многочасовой спектакль. Я не знаю. Очень рекомендую. Это прям классика, которая шикарное произведение. Сейчас есть постановка, которая называется «Один день Маконда». Она идёт в СТИ. Начинается в час дня, заканчивается в 10 вечера. Я буквально на этих выходных на неё ходила. Я очень рекомендую просто вот всем слушателям потратить этот день, потому что незабываемые впечатления, эмоции. И книга сама. после прочтения и этого спектакля, вот, я не знаю, мне кажется, я ещё сутки каким-то впечатлением и ощущением была. В какие моменты ты бываешь собой довольна? Когда у меня всё получается. Когда у меня всё получается, когда есть хорошие результаты, когда я понимаю, что вот результат моей работы. Если результат я не вижу, я собой недовольна. Хорошо. А в какие моменты ты бываешь наиболее собой недовольна? Только в такие? Когда меня что-то огорчает, и я эмоционально могу не сдержаться и как-то это проявить. Ну вот тогда я собой недовольна. Назови одну статью или идею автора, которой ты завидуешь и хотела бы придумать идею до него. О, слушайте, ну, конечно, классно придумать альфафолт первый, да? Потому что вот ты на всю жизнь будешь потом счастлив, потому что ты решил классную проблему человечества, да? Одну из серьёзных проблем человечества. Но разработчики 10 лет большим коллективом над ней думали, так, на секундочку. Вот. Да, это, наверное, вот такое прямо из большого. Хочу... Что насчёт той статьи, которая вышла 16 января 23-го года в Nature? Это интересно, потому что, в принципе, там понятна логика идеи, да? И до неё, наверное, можно дойти. Но это ещё начало пути. И здесь у нас ещё много перспектив, которые могут в том числе сделать что-то более существенное. То есть такой прям маленький кирпичик пока, но очень классный. В этом вся важность. Маленький, но классный, это очень хорошо. А и последний вопрос. Поработит ли искусственный интеллект человечества? Нет. Не верю. Просто не верю. Не хочу в это верить. Ну, хорошо. Ну, тогда всё. Спасибо большое. Спасибо большое, Ольга, что пришли. Было, правда, очень интересно и очень приятно слушать. Надеюсь, что нашим слушателям тоже. Все ссылки мы положим под описание, под запись подкаста. Вот, желаю вам классных научных открытий, ревьюеров, которые будут такими же хорошими, но более быстрыми, классных научных публикаций. И главное, заниматься всегда всем, что нравится. И себе того же желаю. Спасибо вам большое. Спасибо за интервью. Отличные вопросы и от вас, и от слушателей, и в Телеграм-канале. Спасибо огромное. Мне было интересно и приятно. Спасибо. Спасибо всем слушателям, что это послушали. Если вы дошли до сюда, вообще молодец. Да, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok